Руководителю дилерского предприятия при планировании бизнеса всегда нужно четко понимать, какие средства он будет вкладывать в рекламу и маркетинг. А вот сколько денег автодилер может потерять от устаревшего взгляда на маркетинг, точно знает Анна Касьян, эксперт Академии 7, эксперт и автору. Привет, Екатеринбург! Знаете, если вы меня спросите, девушка, ты что, с Урала? Так вот, это моя малая родина, я безумно счастлива сегодня оказаться здесь. Мой папа вырос в маленьком городе Свердловск, С-45, сейчас он называется Лесной. Ну, поехали, такая провокационная тема. Сегодня будем считать, сколько же миллионов у нас утекает сквозь пальцы и что мы можем с этим поделать. Пару слов про себя, почему я сегодня стою на этой сцене. Да, помотала меня перед автобизнесом. 10 лет я отвечала за маркетинг в разных компаниях, в розничном бизнесе, в MCG, банковская сфера. И в следующем году я буду праздновать 10 лет работы в автобизнесе. Работала как в крупных федеральных холдингах в Москве и Петербурге, так и в региональных. И поэтому я очень хорошо понимаю, что такое большая компания, где все прописано, систематизировано. И небольшой дилерский центр, где все на коленке, но тем не менее, безумно интересно. Кейсы, которыми особо я горжусь, это в 2021 году, по признанию Яндекса и Гугла, лучший кейс в автотематике по рекламной кампании на выкуп автомобилей с пробегом. Была поставлена достаточно амбициозная задача вырасти трафик в три раза среди клиентов, которые не разместили объявления на классифайдах, а звонят дилеру, чтобы свой автомобиль продать. Потому что мы посчитали, что маржинальность с таких автомобилей, она значительно выше, чем с исходящего канала трафика. Цель была достигнута, трафик вырос на 52%, выкупы выросли на 128%, что говорит о том, что когда вы запускаете вот такие охватные компании на выкуп, строите бренд выкупа вашего дилерского центра, у вас растет не только трафик, но и повышается конверсия, потому что люди больше доверяют вашему бренду. Первый переход на сквозную аналитику в автомобилях с пробегом еще до момента, когда появились прекрасные инструменты CM-эксперт, когда все это приходилось сращивать вручную. И вот тогда я прочувствовала на собственной, можно сказать, коже, насколько важно в автомобилях с пробегом понимать, какое количество трафика из какого канала повинного вы получаете, какие у вас затраты на каждый вин. И дальше уже по всей воронке смотрите на каждый уникальный автомобиль, потому что если этого не делать, то мы действительно теряем очень много. Вот именно эта сквозная аналитика позволила держать затраты на маркетинг достаточно долго. Склад вырос в два раза с 5 до 10 тысяч автомобилей, стоимость средняя выросла на 15%, а затраты на маркетинг остались такими же и самыми низкими по сравнению с конкурентами по Москве и Петербургу. Поэтому сегодня поделюсь лайфхаками, которые взяты не из теории, а которые взяты из практики, работая в автомобилях с пробегом на больших стоках, когда нужно абсолютно все анализировать и контролировать. Что же такое устаревший взгляд на маркетинг? Моя любимая картинка. О чем же это? Это, знаете, это когда мы привыкли трафиком заливать наши внутренние дыры, наши внутренние потери. Это вот это вот «больше, еще больше трафика, золотой бренд-менеджер, да, давай нажми там кнопку под столом у тебя есть», и он польется. Это основное, да, что уже сегодня не работает, а второе – это то, что за маркетинг, как правило, в компании отвечает один человек, маркетолог. И, собственно, он отвечает только за верх. Дальше, что с этим трафиком происходит, он на это влиять не может. И поэтому мое выступление, оно здесь не только для маркетологов, оно для всех, кто в топ-менеджменте бизнеса. Поднимите, пожалуйста, руку, вот сколько в зале маркетологов. Вот вы только за маркетинг отвечаете. Поднимите руки, пожалуйста. Практически половина маркетологов, а все остальные, значит, отвечают за руководство дилерскими центрами, да, за продажи и за выкуп. И, по сути, можно сказать, ну зачем мне сейчас слушать выступления про маркетинг? У меня есть другие KPI, на которых я фокусируюсь. Особенно, если я отвечаю за все процессы в дилерском центре. И вот если посмотреть, сколько топ-менеджмент уделяет времени вот этим показателям, да, вот этим аспектам, совещания с командой, там, ахачек, где взять автомобили, переговоры с импортером, документы, да, и сколько времени мы посвящаем маркетингу. А по сути, если мы вообще вот выйдем, посмотрим на наш бизнес с высоты птичьего полета, чуть-чуть вынырнем из операционки, и вот эта фраза золотая, а кто нам платит зарплату? Клиент. Вот эта фраза, да, ее очень часто можно услышать, но что под ней стоит, что означает, что зарплату мне платит клиент? Потому что, ну окей, хорошо, я понимаю, что клиент важен, но какие выводы я могу из этого сделать именно с точки зрения своей работы? А вывод следующий, что клиент видит только наши рекламные коммуникации и фронтлайн, и общение с менеджером. Все остальные наши внутренние процессы он не видит. И поэтому, если я буду знать, как эффективно и дешево привлекать клиентов, и как эффективно их отрабатывать, то все вот это остальное уже не суть важна, все остальное я могу подчинить. Но времени мы реально на поиск новых путей привлечения клиентов, оптимизацию существующих и на повышение конверсии мы тратим в разы меньше, чем на вот это все остальное. Поэтому, ну, маркетинг рулит. И про какие мы сегодня поговорим причины потерь вообще, какие они существуют? Это операционные, в операционном маркетинге легко подчинить, то есть это вот это ведро, в котором легко можно дыры залатать, и стратегические. Стратегические они связаны с тем, как мы позиционируем свой бренд дилерского центра. И если мы будем этим заниматься, эффект вы не получите на следующий месяц, как с операционными. Операционные достаточно быстро можно увидеть эффект в доходности. Стратегические, когда мы начнем их лечить, эффект будет через год. Но тем не менее, если мы развиваем свой бренд, многие компании, которые этим занимаются, не только в автобизнесе, показывают, что со временем можно снизить маркетинговые бюджеты до 40%. Представляете, какие колоссальные деньги можно сэкономить? Я расскажу за счет чего. Поехали в операционные причины. 90% рекламного бюджета у нас просто выливается. Почему? Потому что если мы работаем с конверсией, как правило, 10% из первичного обращения в продажу, то у нас 10% трафика сконвертировалось, 90% нет. Вот здесь перед вами средняя стоимость звонка. Именно по автору, по автомобилям с пробегом по вашему региону и по новым автомобилям. Вы знаете, сколько у вас трафика, перемножаете на эту стоимость. Конечно же, у вас много каналов, не только автору. Остальные каналы могут быть еще и подороже существенно. В столицах вообще звонки по новым автомобилям уже давно перевалили за 10 тысяч рублей. Ну то есть нормально так получается. И о чем я? К тому, что вот в автобизнесе почему-то не принято клиентов, которые обратились, но не купили в этом месяце, с ними не принято дальше ничего делать. Мы никак, по сути, с ними не работаем. Мы их не греем. Вот прямо сейчас к зиме, это такое хорошее слово. А как можно греть? Вот если обратиться к малому и среднему бизнесу, у которых бюджеты значительно меньше, они более внимательно относятся к трафику, и они продолжают этих клиентов, которые обратились, но не купили, всячески с ними работать, чтобы они сконвертировались. И это существенно экономит им деньги на привлечение постоянно новых клиентов. Что мы можем делать? Самое простое ретаргетинг, это когда мы догоняем теми автомобилями, которые клиенты смотрели, но не купили в контекстной рекламе. Прозвоны. Что такое прозвоны? Понятно, что есть у вас процедура, когда менеджер два или три раза звонит клиенту, уточняет статус. Но, как правило, на этом все заканчивается. И, в принципе, в конце месяца можно сделать следующую штуку, которая убьет двух зайцев. С одной стороны, она позволит понять, а почему же клиент купил не у вас? И почему он вообще не купил? И набрать эту информацию, и пофиксить внутренние процессы. А второй заяц – это то, что вы все-таки сможете там допродать. Если это делать не глупо, а немножко креативно и с юмором, позвонить и спросить. Слушай, Иван Иванович, ты у нас смотрел Киарио, но не купил. Дай нам второй шанс. Слушай, что мы сделали не так? Вот если разговаривать с клиентом дружественно и видеть всю историю, почему он к вам обратился и не купил, это дает дополнительную конверсию. Сбор мейлов. У-у-у! Да какие мейлы? Какие мейлы в автомобилях с пробега? Макстись, Аня, я прямо вижу в ваших глазах. Но мы в новых автомобилях собираем мейлы по требованиям импортеров. Собирали там как-то. У нас есть какие-то ягодка 96 собака Mail.ru, единички. И кажется, что это невероятно сложно, собрать их в пробеге, потому что вроде как нас никто за это не тыркает, это не обязательно. Но это очень классный бесплатный инструмент, когда мы можем клиента вести по его жизненному циклу, настраивая триггерные цепочки рассылок. Когда это не просто, знаете, вот всем отправляется одно и то же. Это вообще так делают плохие маркетологи. Когда мы сегментируем базу и отправляем в то время, когда клиенту это нужно, то сообщение, которое ему нужно, вы фактически бесплатно получаете продажи. Как собрать имейлов, если мейлов у вас нет? Ну вообще, по моим наблюдениям, где-то процентов только 10 мейлов есть у дилеров, тех, кто купил автомобиль с пробегом. Это очень легко делается. Просто ставится KPI, и клиент прямо на входе на ресепшн можно предложить заполнить анкету, и когда он подтверждает имейл, предложить ему бесплатный кофе, который вы ему и так даете. Никто не отказывается. Просто это нужно иметь управленческую волю. Взять это и сделать. И приземление в соцсети. Все эти данные, сколько мы тратим времени в соцсетях, это фантастически. Мы там живем. И если у вас есть силы и ресурсы вести свои соцсети, наполнять своим контентом уникальным, если у вас клиент все-таки и после прозвона, и после мейла ничего не купил, сделайте ему call to action, подписаться на ваши соцсети и продолжайте его прогревать там. Это тоже классно работает. И моя любимая тема – синхронизация уценок и продвижения. Много сейчас консультирую дилеров и спрашиваю, дорогие мои, скажите, как у вас построен этот процесс? И 90% случаев он построен следующим образом. Роб присылает маркетологу список винномеров и говорит, поднимай. На этом все. Если я спрошу у маркетолога, скажи, пожалуйста, а ты знаешь, как сформировался этот список? Почему именно эти винномера надо поднимать? Он говорит, не-не-не, это не моя зона ответственности. Спрашиваю у Ропа, а как ты принял решение, почему именно эти винномера надо поднимать? Ну, я вот, они там что-то долго не продаются. И вот когда, это знаете, у многих нянек дитя без глазу. Вот один человек смотрит с навыками руководителя отдела продаж, а другой с навыками маркетолога. И они, по сути, никак в этом вместе не участвуют. Это сначала одно, потом другое. Страшные цифры покажу вам. На 1 миллион рублей бюджета на маркетинг автомобилей с пробегом, как правило, приходится 20 миллионов рублей у ценок. Но цифры колоссальны. И кажется, что здесь можно покопаться и поискать эффективность. Ведь почему вообще продвинуть практически в 10 раз дешевле, чем уценить? И вот это, это ваши цифры. Я их ниоткуда-то не придумала. Это коллеги из Автору со мной поделились. Это средняя сумма уценок в зависимости от стоимости автомобиля от ценового сегмента. И затраты на продвижение одного автомобиля в вашем регионе вместе с поднятиями, вместе с постингом. Ведь смотрите, и то, и другое, это что по сути? Это покупка трафика. Мы можем трафик покупать двумя способами. Либо уценками, либо продвижением. Либо и тем, и другим, но грамотно. Я, конечно же, да, я в себе. Я сейчас вас не агитирую. Слушайте, ребят, да не делайте уценки, как бы просто берите и продвигайте. Но, естественно, нет. Так не работает. Но если туда посмотреть чуть поглубже, похоже на то, что можно делать уценки меньше и за счет этого сохранять маржу, если это все синхронизировать с продвижением. Вы мне скажете, что у вас и так это все работает. В какой бы регион я не анализировала объявления, благодаря всем эксперту это можно сделать, я нахожу одни и те же примеры типичные, которые показывают, что у нас тоже там есть зоны роста. Даже у больших дилеров, где все отстроено. Потому что, опять же, роб отвечает за ценообразование, а маркетолог за продвижение. И что из-за этого происходит, когда эти функции разрознены? Появляются вот такие истории, как, например, в этом автомобиле цена 97% в рынке, да, то есть чуть ниже рынка. Норм, цена. Что с этим автомобилем? Ему не хватает внимания. 50% внимания. Что такое внимание? Это количество просмотров на всех классифайдах, где он выгружается, да, здесь не только автору. Вот этот автомобиль запросто может попасть в список уценок, потому что по нему нет трафика. Но если бы два человека туда смотрели, то его бы не стали уценивать, а его бы подняли, сэкономив маржу. Еще история, да, про потеряшку. Это когда автомобиль стоит, 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 а потом его резко уценивают. Вот здесь эта история, когда практически 15 дней автомобиль простоял, и его резко уценяют на 100 тысяч рублей. Сразу на 100. При этом, если мы посмотрим, сколько он продолжает оставаться на складе, он еще прекрасно стоит 35 дней. Ничего с ним не происходит, и увеличение трафика это не дало. Почему так получилось? Скорее всего, эту уценку сделали без маркетолога. Еще одна история, да, без поднятия уценка становится незамеченной. Это прямо прямой слив маржи. И такие автомобили тоже попадаются. 186, 155 дней без поднятия. При этом их закономерно раз в неделю уценяют. Почему? Потому что, опять же, бизнес-процесс не налажен. Мы не очень понимаем, как у нас автомобили туда попадают. И еще один инструмент, когда вы можете, не увеличивая бюджет, просто собирать с рынка больше звонков. Это время. Вот это график активности клиентов на автору. Что происходит? Зеленое у нас это звонки. Звонки и чаты. Голубенькое это у нас просмотры. То есть сначала люди смотрят, а потом они звонят. А как вы думаете, что такое красненькое? Может быть, это сердцебиение? Сердцебиение ропа? Хороший вариант. Но вы знаете, красненькое это активность дилеров. Как это происходит? По классике. Утром мы приходим на работу. В 8 утра кто-то приходит до начала рабочего дня, потому что там в 9 уже совещание. И знает, что получит нулей, потому что нет звонков и продаж. И что активно начинает оценивать и продвигать. Тем временем пик аудитории происходит после 8 вечера. Это значит, что действия ропа и маркетолога, которые были сделаны утром, к моменту того, когда вал аудитории вечером, наконец-то доехав до дома, ляжет на диване, выдача поменяется. Не делайте так. Идите в авангарде с рынком. Запланируйте уценки и продвижения. Это можно запланировать в программе автоматически. Всем эксперте. Запланируйте это на вечер. И тогда чудесным образом при том же бюджете вы просто получите больше просмотров и звонков. На следующий день вам позвонят, а вечером посмотрят. Бесплатная штука. Всегда приятно. Потери от отсутствия системной проверки всех точек контакта. Я пилот самолета. Я сажусь, прежде чем взлететь, я проверю, как у меня все работает. Там бортовые системы. Я надеюсь, что это так происходит. Вы знаете, мы все живые люди. У нас все время что-то отваливается. Ну, всегда что-то барахлит. То желудок там, да, то давление, то, не знаю, спина почему-то. И это постоянно надо проверять. Не к тому, что здесь кто-то плохой и что-то не доделывает. Это, опять же, к вопросу системного подхода. И вот мы проверили, готовились к одному из курсов. Просто рандомно взяли по России 10 дилерских центров. Из всех городов. Не только столичных. И посмотрели на основные точки контакта, которые дают трафик. И там обнаружили, что действительно есть с чем работать. Где-то продавец не предлагает визиты, ничего не может сказать, почему к нему. Где-то слетела форма, где-то слетела подменка, где-то не ответили в чате, где-то на Яндекс.Картах не обновили информацию, там болтается старая акция, или вообще ничего нет, кроме адреса. И вот эти все штучки потихоньку-потихоньку снижают, снижают, снижают нам трафик и конверсию. И бюджетом это не исправляется. Ну, то есть, конечно, исправляется, если вы готовы в 2-5 раз больше тратить. Но зачем? Если эту штуку можно починить. И я собрала для вас чек-лист. Прям берите телефон, переходите по ссылке и сохраняйте себе PDF-документ. Это самый гигиенический минимум. Это чек-лист проверки основных точек контакта в маркетинге автомобилей с пробегом. Просто раз в неделю проверяйте основные вещи. И тогда вы точно будете вот этим хорошим пилотом, который перед взлетом проверил, что у него все работает, да, все системы. Мы не падаем. Работа с чатами. Господи, да сколько можно про работу с чатами? Опять эти чаты, опять это бачата, опять вот это все. Я здесь не буду вас призывать работать с чатами и говорить, как это важно. Я здесь этот слайд подготовила для тех, в основном для маркетологов, которые понимают эту необходимость, но им не хватает цифр для бизнеса, чтобы эту систему настроить. Этими цифрами вы можете бизнесу обосновывать необходимость работы с инструментом. Надо объяснять, как посчитано, почему мы недопродали, например, 75 автомобилей, потому что не хотим работать с чатами. Смотрите, по статистике на один звонок со второго мы получаем полтора чата. Ну как это, знаете, полтора землекопа, но это в среднем. Не то, что там человек, еще верхняя часть туловища пишет, а с Авито мы получаем на один звонок три чата. Ну, просто на вторую чату можно выключить, да, и Авито дольше работает с чатами, поэтому у них больше. И конверсия с чатов можно достигать в продаже, если использовать грамотно и внедрить бизнес-процессы, все инструменты по единому окну, и что у вас есть выделенные люди, которые мгновенно отвечают, дилерские цифры 5%, достижимая конверсия. Поэтому считаем, сколько мы недопродали с чатов, если мы не хотим с этим работать или работаем, ну, как-то, как получится. У нас общий трафик 700 звонков, и мы не продали с чатов, да, посчитано 75 автомобилей. Этот слайд вы уже видели, как потери клиентов на сервисе, они есть, но они тянут за собой, и потери в выкупе. Поскольку я здесь про маркетинг автомобилей с пробегом в большей степени, да, 4 из 5 клиентов от нас уезжают в сервисы, да уехали, да и ладно, ну и ладно, ну что мы можем с этим поделать. А мы есть инструмент. Даже если у нас не очень доразвитая CRM-система, ну, а это, честно говоря, у всех одно и то же больное место, CRM-система наша вовремя нам может не показывать, да, не напоминать взаимодействие с клиентом по его жизненному циклу. Но есть инструменты, которые закрывают эту боль. Что это за инструмент? Это инструмент снова в продаже. Он показывает клиентов, которые были у вас на сервисе и выставили свой автомобиль на продажу на автору. Он также показывает клиентов, которые у вас страховые услуги, да, оформляли. Каска, ОСАГО, они приезжали на продление к вам и тоже выставили автомобиль в продажу. Есть просто один из дилеров крупных, который работает во многих городах России, просто в определенной точке времени мы посмотрели, 300, целых 300 его клиентов продают автомобили на классифайдах. Просто потому, что дилер не заметил этого и не сделал звонок и сказал, «Слушай, Иван Иваныч, ведь ты купил у нас этот автомобиль, ну так продай его нам тоже, пожалуйста». Ну, похоже на то, что там конверсия будет лучше, чем мы просто будем звонить холодными звонками, как мы это делаем на выкупе. И на сладкое потери от отсутствия стратегической работы в маркетинге. Что такое вообще отсутствие маркетинговой стратегии, отсутствие бренда? Это когда мы не можем ответить на вопрос, а почему автомобиль нужно купить у нас. По сути, мы живем только в нашем стоке и в наших ценах. Если клиента не устраивает качество автомобиля и цена, у нас больше нет аргументов. Ну, окей. Если мы ничем не лучше, если мы ничего не даем дополнительного, я не говорю сейчас про деньги, я говорю здесь про эмоцию, про какую-то фишку в вашем обслуживании, позиционировании, которая клиентам будет попадать в сердце. То мы на месте, если клиента не устраивает состояние автомобиля и цена, мы что делаем? Мы даем скидку. Ну, нет у нас больше ничего. Формировать вот эту эмоцию – это значительно для бизнеса выгоднее. И особенно, если вы набрали портфель новых китайских брендов, а вы их набрали все массово. Пока для клиента они все выглядят практически вот так. Да, у нас есть лидеры, у нас есть Хавейл, Джили, Черри. Черри в семью входит, Иксид и Амода. Но вы знаете, на самом деле их же не трое, их же гораздо больше. На сегодняшний день на нашем рынке присутствуют с официальными представителями, с представительствами 19 китайских брендов. Кто-нибудь может их здесь все назвать? Поднимите руку, кто знает все 19. Никто. А недавно Автору делала исследование, что на российском рынке было замечено 39 китайских брендов. Но это те, кто приехали не через официальные представительства. А их порядка 100 в Китае чисто аутентичных. Сколько их еще придет? Но точно это не последние еще новые бренды. Количество дилерских центров увеличилось по китайским шоурумам только за этот год больше, чем в два раза. То есть мы сейчас с вами находимся на таком рынке, когда китайцы начинают конкурировать с китайцами. То есть сначала они все-таки конкурировали с брендами, которые нам всем с вами хорошо знакомы ушли, но сейчас фактически запретительные цены параллельного импорта, и китайцы конкурируют друг с другом. Честно говоря, маркетинговая поддержка дистрибьюторов недостаточно сильная. Мы не так быстро получаем знания этих брендов и достаточную емкость для нашего дилерского маркетинга, когда мы можем покупать трафик из контекста, из классифайдов, из наших привычных каналов. И мы вынуждены вкладывать в эти новые китайские бренды, особенно в регионах России. Как я говорю, в наш город, когда я открывала в Мурманске Амоду, а в наш город не ступала нога дистрибьютора. Там люди звонили и говорили, это что за Амода. Ну потому что не всегда их компании покрывают регионы. Ну и что мы делаем? Мы должны вкладывать свои деньги в формирование китайских брендов, которые только что пришли, и непонятно, что будет дальше, а дальше придут следующие. И из-за этого, да, мы растем не так быстро, а планы по продажам выполнять надо. И у вас есть два пути. Вы можете продолжать тратить свои деньги на прокачку брендов тех китайцев, которые у вас есть, либо второй вариант. Вы можете строить свой бренд мощного дилера, мощного игрока в авторитейле. И знаете, здесь хочу сказать, что кажется, что это какая-то сложная история, которую вообще надо, чтобы кто-то пришел и кто-то придумал. Но сильные бренды, их не придумывают парни в дорогих костюмах из каких-то модных агентств. Ну то есть они, конечно, это делают, и они это дорого продают. Но такие бренды, они, знаете, как, ну не то пальто. Потому что культура компании есть стратегию на завтрак. Если кто-то вам что-то придумал извне, и вы потом начинаете это внедрять, а во внедрении всегда, те, кто внедрял, например, какие-то CRM-системы или какие-то даже программные продукты на дидерском центре, знают, как это непросто. А тем более, когда вы внедряете философию, идею бренда, и она придумана не внутри коллектива, она не родилась из ваших душ, из вашей специфики, особенностей. Мы это знаем, и помимо курсов классических по операционному и стратегическому маркетингу, которые у нас есть, мы сделали курс рестайлинг автобизнеса, который, по сути, направлен на то, чтобы вместе с вами, не только с маркетологом, но и со всеми, кто отвечает за продажи и за выкуп, пройтись и починить сначала дырки в операционном маркетинге, там подкрутить эффективность, а потом найти вместе смыслы, смыслы бренда вашего дидерского центра, и тогда уже неважно, какими автомобилями вы будете заниматься, какими китайцами, автомобилем с пробегом, какие услуги, потому что люди будут идти на ваш бренд, и вы становитесь независимы, вы не зависите уже от тех, кто приходит на наш рынок, уходит с нашего рынка, потому что сила внутри. И это моя, можно сказать, личная миссия, я очень хочу, чтобы в России появились сильные бренды авторитейла. Здесь по QR-коду есть форма, по которой сегодня можно получить скидку, если вы запишетесь на этот курс, его можно использовать как стратегическую сессию для того, чтобы поштормить с точки зрения развития и стратегии в маркетинге вашего дидерского центра на следующий год. Буду очень рада вашим каверзным вопросам, потому что есть подарки. Итак, первый от Алексея. Крайне интересно, как вы рассчитывали затраты на каждый вин при выкупе. Можете поделиться подходом, был ли такой опыт? Затраты на каждый вин при выкупе, что имеется в виду? Затраты по рекламной кампании? Алексей, можете... Можете, да, просто чуть подробнее. Вы в своем выступлении сообщили, что вы рассчитывали повиновно и рекомендовали нам это делать, затраты при выкупе. Я хотел бы понять, как вы это делаете. Смотрите, здесь затраты по винного. Если у вас внедрена сквозная аналитика, если вы видите количество трафика на каждый вин номер, вы видите стоимость лида, и вы понимаете, сколько вам каждый вин номер, соответственно, стоит в размещении, и сколько в инструментах продвижения. Если говорить про выкуп, то как мы поняли, что клиенты, которые сами к нам обратились на выкуп, нам выгоднее. То есть у нас есть отдельно выделенный колл-центр по входящему трафику. Мы понимаем, сколько мы на этот входящий трафик тратим. Соответственно, мы также можем увидеть стоимость звонка и стоимость выкупа. Стоимость выкупа – это все маркетинговые затраты, поделенные на количество выкупленных автомобилей. И мы смотрим маржинальность, маржинальность продаж этих автомобилей. Сравниваем ее с маржинальностью автомобилей, которые были выкуплены и сходящим колл-центром, холодными обзвонами. и понимаем, что там маржа больше. При прогнозировании уценки считать ее как процент от стоимости или это должна быть сумма, никак не привязанная к стоимости? Есть по рынку процент, на который уценивается, по-моему, это на 1% автомобиль уценивается каждую неделю. Поэтому вы можете на эту статистику ориентироваться, но я всегда сторонник того, что, знаете, каждый конкретный автомобиль очень разный. Рынок по нему очень разный. И я сторонник того, что прежде чем уценивать, нужно себе задать вопрос. Мы понимаем шаг уценки. То есть у вас перед глазами, у меня такая была, когда я занималась ручково-имперационным маркетингом, у меня были выписаны ценовые сегменты, и на основании исторических данных я понимала, насколько у меня автомобиль будет дешеветь каждую неделю и каждый месяц. И я понимала, сколько этот автомобиль стоит продвинуть. И когда я вот эти две цифры вижу, я понимаю, что я сначала выжму все из более дешевого способа покупки трафика, а потом пойду в дорогой. Либо возьму оттуда, и оттуда. Просто когда эти цифры перед глазами, по каждому автомобилю решение принимается значительно легче. И когда кто-то приходит и начинает махать сабли, а давай-ка рубанем маркетинговый бюджет, я могу на цифрах объяснить, к чему это приведет. Я покажу, что мы тогда трафику ценками будем покупать дороже. Но тогда нужно иметь эти цифры в зависимости от ценового сегмента и вашей накопленной статистики. А какие можете подсказать лайфхаки по продвижению нераскрученных в федеральном формате китайских брендов? ВАВ, Джак, Джета. Классифайды размещаются, радионарушка присутствует, контекстная крутится, а трафика маловато. Ну вот все ждут же. Понятно, чего. Контекст крутится, звонки мутятся, а звонки оп-оп и не мутятся по неизвестным китайским брендам. Ух, слушайте, наверное, надо отдельно делать семинар. А что делать с неизвестными китайскими брендами? Потому что вот сейчас я могу 30 минут рассказывать, потому что я проходила в нескольких регионах. Ты первый дилер, у тебя нет поисковых запросов, нет контекста, но у тебя план продаж 50 автомобилей. В общем, если говорить совсем общо, то вы первые три месяца готовьтесь к охватным компаниям, но не делайте это в тупую. То есть не рекламируйте только бренд этот китайский, добавляйте свой. Вот просто, я не знаю, до смешного. Придумайте себе джингл. Вот у меня была самая известная рекламная компания, где собака делала Рольф, Рольф, Рольф. Прошло уже два года, господи. Я когда еду в Рольф свой автомобиль ремонтировать, таксисты лают по-прежнему, потому что они видят, куда я вызвала. У кого из дилеров есть джингл? Придумайте такой джингл, чтобы он врезался, как вот ветер с моря дул, просто с радиостанции в голову клиентов. И добавляйте этот джингл в начало и в конец ролика. И тогда вы убиваете двух зайцев. У вас и дилерский центр рекламируется, и китайский бренд в охватных каналах. Каждый ваш охватный канал должен ярко содержать имя бренда. Вот это просто как отче наш. Через три месяца, когда уже более-менее начнет бренд быть узнаваем, подключайте наши классические перформанс-каналы, которые на лиды. И участвуйте во всех BTL на первом этапе. Я не знаю, праздник хлебосолов, день взятия Бастилии, все что угодно. Выезжайте с этим автомобилем, экспонируйтесь. И не надо говорить, ой, мы оттуда ничего не продали. На первых трех месяцах задача как можно больше везде засветиться. Потом у вас перформанс раскачается. Говорю это не потому, что я это сочинила, а потому что открывала в Казани Exit, и полгода вот такая стратегия позволила быть номер два по продаже с одного шоурума в России. То есть реально штука работающая. Какой инструмент самый рабочий на автору для увеличения кросс-интересов к китайским брендам? Новые автомобили. Например, хочу показать максимум своих объявлений бренда X тем, кто просматривает бренда Y. Какой инструмент собрабочий? Знаете, я сейчас скажу как. Надо тестить. Это моя любимая. Если уж задали вопрос, то уж будьте любезны. Все лайфхаки прямо сейчас. Слушайте, ну как Анна говорила, готовы общаться? Я всегда говорю, что будет отдельное выступление, контент это король. Опять же, начинаем с базы. Как мало у нас классного собственного контента, в том числе по новым китайским брендам. Но запишите вы видеообзоры, чтобы Ропа или продавец рассказывал. Вы знаете, как это круто? Мы так делали. Вот рынок Вологды. Вот такой вот просто. Мы на все автомобили сняли видеообзоры с продавцами и все это залили. Это трафик дает. Это бесплатно. Там не надо вкладывать бюджет. Ну просто есть вещи, которые сложно делать с точки зрения времени и ресурса. А есть вещи, которые можно бюджетом залить. Вот я на этот вопрос отвечу так, что давайте сначала сделаем все, что зависит от нас без бюджета. А потом будем тестировать всякие платные штуки продвижения. Здравствуйте, меня Ксения зовут. Почему такой вопрос на другом классифайде? Мы не будем называть его. Делали интересную аналитику. Бренд, который продаем мы и кросс-интересы как раз с другими брендами. Была странная ситуация, кто смотрит китайский бренд один, он очень мало смотрит другой, по крайней мере, на этом классифайде. А на вторую есть что-то рабочее, чтобы показываться на другие китайские бренды по новым автомобилям? По новым автомобилям есть масса медийных историй. Кстати, вот почему-то не так активно медийную рекламу дилеры покупают на классифайдах. Это очень классная история, потому что мы готовы там тратить, не знаю, на какие-то счеты в торговых комплексах, где ну такой целевой трафик. А медийка, нам все кажется, что это дорого. Но на моей практике медийка на вторую очень классно отрабатывала для дополнительного интереса.